Добрый день, меня зовут Денис Семавский, я исполнительный директор Ассоциации горных гидов и сертифицированный лыжный гид Ассоциации горных гидов. Тема сегодняшней лекции экипировка в аутдорных активностях. Сегодня поговорим про одежду, как купить экипировку, какую экипировку подобрать, новые тенденции, что вообще происходит на рынке снаряжения сейчас, в частности, в нашей стране, ну и в целом в мире. Начнем мы, пожалуй, с самого важного и самого критичного параметра. Это в целом одежда для горных, ну вообще аутдорных активностей. То есть, достаточно сложно совместить, чтобы одежда с одной стороны была теплой, а с другой стороны, чтобы мы в ней не потели. Для этого придумано большое количество технологий и существует теория многослойной одежды. Что такое теория многослойной одежды? Это когда каждый слой выполняет свои функции и, меняя и комбинируя определенным образом эти слои, мы можем добиться оптимального теплообмена, потому что организм тратит в три раза больше энергии на охлаждение, чем на обогрев организма. Поэтому, если нам жарко, у нас происходит закисление, распадается наш гликоген, который нужен для активной работы, и мы теряем силы. Вот, поэтому начнем в первую очередь, как я сказал, с многослойной одежды. Первое, самое важное, самое критичное, что мы одеваем на себя, это термобелье. Термобелье существует великое множество. Очень большое количество компаний, брендов выпускает термобелье. Она бывает синтетическое, полусинтетическое, хлопковое, шерстяное. Очень большой выбор. Не готов советовать какой-то определенный бренд. Хожу в синтетике, не хожу, не очень нравится. Сам хожу, максимум полусинтетика, либо шерсть очень тонкая. Какой параметр критичный, на мой взгляд, когда вы находитесь в многодневном, на многодневной программе, у вас нет возможности не постирать, не поменять ваше термобелье. Критичный параметр это запах вашего термобелья после дня активности. Ну, например, скитура, когда вы где-то на какой-то зимухе, без каких-либо условий, с постирушками и так далее, и так далее. Как правило, синтетика очень сильно пахнет при активной работе. Шерсть избавлена от такого недостатка. У нее есть другие недостатки. Она малоноская, но мой выбор тонкой термухи это всегда либо полушерстяная, либо полусинтетическая с шерстью. Дальше, следующий критичный параметр термобелья. Термобелье должно плотно прилегать. Оно не должно быть велико, оно не должно висеть, иначе оно будет неправильно работать. Оно должно прилегать к организму, как прилегает, например, гидрокостюм. Мокрый во время занятий какими-то водными видами спорта. Следом у нас идет в зависимости от температурных условий, в которых мы находимся. Либо мы сразу на термобелье одеваем мембрану. Это если это какие-то весенние скитуры, весенние какие-то трекинги, весенний альпинизм, сразу одеваем мембрану. О мембране поговорим чуть позже. Если у нас все-таки какой-то, температурный режим более жесткий, ближе к нулю, мы одеваем на тонкое термобелье либо флиз, если это температура около нуля, либо мы одеваем, вот тут представлен у наших партнеров всеразличный пух. Мы одеваем либо тонкий флиз, либо толстый флиз, либо пух, либо есть такие же утеплители на основе синтетики. Поговорим немножко о таких утеплителях. Есть Polartec. Он, в принципе, не очень теплый, но там до минус пяти при не очень активной работе, в принципе, вполне себе. Все, что дальше, это либо пух, либо синтетика. Синтетика легче, она дешевле стоит и самый главный параметр, который выгодно отличает синтетику, она не так критична к намоканию. То есть, если мы активно потеем, нам негде просушиться, то пух достаточно быстро наберет влагу, станет тяжелый и, самое главное, перестанет нормально работать. Ну и опять же, появится тот самый пресловутый запах. С синтетикой этого не происходит, но если у нас прям какие-то серьезные морозы ниже минус 20, а то и минус 30, конечно же, я рекомендую всем пух. Ну и сверху, как я уже говорил, мы одеваем мембрану. Мембран тоже существует великое множество. Гортекс, на мой взгляд, утратил последние несколько лет первенства, безусловно, на рынке мембран. Не буду сейчас там приводить разные названия. Мембран существует, великое множество мембрана. Говорить о мембранных вообще вещах стоит с 20 тысяч 20 тысяч миллиметров или 20 метров водяного столба внутрь и 20 метров водяного столба наружу. Что это означает? Мембрана работает с две стороны, то есть она не пропускает влагу вовнутрь. Мы можем находиться под каким-то не очень сильным дождем или мокрым снегом, и организм остается сухой. Либо мы при очень серьезной физической работе мембрана отводит воду из-под куртки. Таким образом, собственно, мембрана работает. Еще раз, чтобы говорить всерьез о том, что у нас есть какие-то мембранные вещи, это должны быть мембраны 20 на 20. У наших партнеров, опять же, широчайший выбор мембран на любой вкус и цвет, на любые деньги. В принципе, у мембраны есть свои особенности, ее нельзя лишний раз стирать. Если мы стираем мембрану, мы стираем ее со специальными порошками и моющими средствами, деликатной стиркой. То, что мембрана имеет достаточно сложную структуру, очень хрупкую, если она разрушается, то никакими средствами вернуть ей кондиции новой мембраны не получится. Очень критичная часть нашего экипировки, нашего снаряжения, это обувь. Обувь, в зависимости от вида активности, которую мы выбираем, бывает очень разная. Сейчас широчайший выбор любых, любой обуви под любые виды активности, начиная от горного бега и заканчивая высотным восхождением. Вот здесь представлены у наших партнеров всего лишь часть обуви. Обувь нужно выбирать очень тщательно и долго, потому что, если обувь у вас хорошая, то ваша программа доставляет вам удовольствие. Если обувь подоблена неправильно и не тщательно, то, соответственно, вы в первые же полчаса стираете ноги на программе и дальше у вас программа либо заканчивается, либо вы мучаетесь всю программу. Рекомендую обувь покупать только в профильных магазинах, где есть квалифицированные консультанты, которые вам помогут подобрать обувь, где есть специальные стенды для проверки обуви. Ну, и этому нужно уделить время. То есть покупка ботинок, это, ну, закладывайте от часа. Соответственно, вот здесь мы видим просто трекинговый ботинок не орантованный. Он подойдет для несложных, не очень высотных трекингов без снега, ну, с каким-то элементами грязи и камней. Что отличает этот ботинок? Почему, там, мне часто задают вопросы, а можно же вот просто взять кроссовки и пойти в кроссовках в горы? Сразу нет. Почему? Потому что горный рельеф предполагает очень переменную жесткость покрытия. Вы будете часто наступать на камни, вы будете часто там спрыгивать или, наоборот, запрыгивать на какие-то камни, будут попадаться острые грани. И кроссовки с мягкой подошвой, даже с очень толстой подошвой, они, к сожалению, не обеспечат вам защиту стопы. Здесь, на этом трекинговом ботинке жесткая мембрана, жесткая подошва компании Vibram, которая защитит вашу ступню от таких повреждений. Второй критичный параметр трекингового ботинка – это жесткая, жесткий задник, жесткая пятка. Он держит очень хорошо вашу стопу, потому что один из самых неприятных переломов – это перелом лодыжки. Он случается прямо на ровном месте. И от того, насколько ваша обувь фиксирует вашу лодыжку при хождении по неровным поверхностям, от этого, собственно, зависит успех либо неуспех вашей программы. Поэтому, если мы идем в горы, если мы говорим про горы, то, конечно, мы выбираем трекинговые ботинки. Существует еще достаточно обширный класс обуви. Они называются так называемыми подходными. Когда мы планируем какое-то достаточно серьезное восхождение, и у нас в процессе основной части восхождения будут серьезные ботинки, двухронтовые, как вот здесь он представлен, двухслойный ботинок. Но нам нужно подойти какое-то время к снегу, ко льду. Мы эти ботинки несем на рюкзаке, а используем для подхода по, скажем так, теплому времени суток и теплой части маршрута. Мы используем так называемые подходные обувь. Она имеет все кондиции, как у трекингового ботинка. У нее жесткая пятка, у нее очень хорошая жесткая подошва, но при этом она достаточно компактная и достаточно легкая. Используется многими в повседневной жизни, потому что в принципе достаточно удобно и комфортно. Что касается обуви более сложной, более высотной, опять же существует гигантский выбор сейчас всеразличных ботинок. Опять же рекомендую покупать все это только в профильных магазинах, где есть квалифицированные продавцы-консультанты, которые, исходя из тех заданий, которые они у вас получат, опросят вас, они узнают, куда вы идете, на какую высоту, что предполагается, какой будет рельеф, какое будет покрытие, будет лед-снег, какая будет высота. Под это вам предложат, соответственно, ботинок. Для начальных занятий альпинизмом, и сейчас очень популярно стало восхождение на Эльбрус, конечно же мы выбираем двухслойный ботинок, конечно же мы выбираем двухронтовый двухслойный ботинок, чтобы на него можно было надеть жесткие кошки-автоматы. Не рекомендую никому ходить на Эльбрус в сноубордических ботинках, сноубордисты обычно этим грешат, и использовать мягкие кошки, потому что они слетают, и это просто опасно для жизни. Есть много случаев на Эльбрусе, когда люди из-за того, что у них слетали кошки, просто погибали. Другая не менее критичная история в обуви, это носки. Не надо испытывать иллюзий, думать, что мы там купим себе хороший ботинок и оденем обычные гражданские носки, и в нем куда-то пойдем. Это не работает. Обычные гражданские носки не предназначены для интенсивной эксплуатации. Они сползают, они скатываются, они протираются, они сделаны из тех тканей, которые не предусматривают интенсивную нагрузку. Опять же существует широчайший ассортимент носков. Здесь я немножко изменю общей тактики и отмечу один бренд, который я очень люблю, который мне очень нравится, это LARPEN. LARPEN делает широчайший ассортимент носков. Носки реально очень крутые. Есть носки для всего. И внимание, для каждого вида активности есть свои носки. Не надо пытаться покупать горнолыжные носки для не очень холодной погоды и делать в них то, для чего они не предназначены. Носки имеют точно такую же сепарацию, как все остальное снаряжение. LARPEN, опять же повторюсь, делает огромный ассортимент носков. Рекомендую покупать в профильных магазинах. Продавец-консультант вам подскажет, какой конкретно вид носок вам нужен или носков вам нужен для того вида активности, которую вы выбираете. Не надо ходить в обуви, купленные для того вида активности, которой вы собираетесь заниматься, ходить в гражданских носках. Еще раз об этом скажу. Существуют, безусловно, другие разные бренды носок. Ну вот я всем рекомендую LARPEN своим гостям, своим туристам, которые ко мне на программу приезжают. Коснемся немножко скитурной активности. Один из самых бурно развивающихся сейчас сегментов активного отдыха. И последние 5-7 лет он просто в космос рванул, если в 5-7 лет назад в нашей стране ходили десятки людей в горы на скитуре, то сейчас это тысячи людей, продажи растут, появляется, естественно, когда у рынка появляется объем, появляется спрос, сама индустрия начинает активно развиваться. И в последнее время тоже сепарировался сам вид очень серьезно скитура. И снаряжение можно выделить скитур ради скитура, две основные части, и скитур ради катания. То есть, что такое скитур ради скитура? Мы пошли куда-то, нам нравится ходить вверх на лыжах, сам спуск на лыжах нас не особо интересует. Второстепенная история, мы пошли наверх, нам хорошо, мы там получили очень хорошую аэробную нагрузку, нам нравятся кардионагрузки, мы там много часов шли наверх, поднялись, насладились высотами, отдохнули, сняли комуса, поехали вниз. Нас спуск не особо не интересует. Для этого существуют узкие лыжи, легкие ботинки, не очень жесткие, легкие крепления. Купили, купили опять же в профильном магазине с помощью продавцов-консультантов такой набор и пошли заниматься скитуром для удовольствия. Другая история, которая называется больше даже фритуринг, а не скитур. Это скитур ради катания. Это наша Сибирь любимая, такие споты, как Мамай, как Лужба, где мы ходим для того, чтобы сделать очень хорошие спуски по свежему снегу, по целине. Это совершенно другая идеология, совсем другая философия. Это ботинки, которые максимально приближены к полноценным горнолыжным ботинкам. Соответственно, они весят больше, чем легкий скитурный ботинок, мягкий. Это другие лыжи, это широкие лыжи, это не карбоновые лыжи. Это другие крепления, соответственно, потому что, если мы хотим кататься, крепление должно быть максимально приближено к Alpine креплению, к полноценному горнолыжному креплению. Ну и, соответственно, жесткость лыж должна соответствовать жесткому ботинку. Вы можете купить самые прекрасные лыжи, но если у вас при этом жесткость ботинка не будет соответствовать жесткости лыжи, вы просто не получите удовольствия от катания. Тоже все в профильных магазинах. У наших партнеров есть прекрасный выбор лыж на любой вид скитура. Все к продавцу-консультанту, даете тех заданий, он вам подбирает под ваш вид активности то снаряжение, которое вам нужно. Коснусь немножко, скажем так, дополнительного оборудования. Это шлемы и рюкзаки, перчатки, палки. Мы катаемся только в шлемах. И, честно говоря, я на своих программах людей без шлемов не беру. Я либо свой отдаю, либо это, потому что куча случаев есть, к сожалению, когда отсутствие шлема на программе заканчивалось очень печально. Шлемов тоже великое множество. Я настаиваю на своих программах, чтобы человек пользовался снаряжением сертифицированным и предназначенным для того вида активности, которым мы занимаемся. Если мы занимаемся скитуром, шлем должен быть либо горнолыжный, либо скитурный. В альпинистском шлеме не надо ко мне на программу приезжать. Не надо. То же самое касается, если вы пошли заниматься скалолазанием, то пусть у вас будет скалолазный шлем, а не скитурный, либо который сертифицирован для тех видов активности, нескольких, которыми вы собираетесь заниматься. Рюкзаков тоже существует великое множество. Не буду выделять никакие бренды отдельно. Опять же, под каждый вид активности, в зависимости от того, что вы собираетесь делать, существует безумное количество рюкзаков. От легкоходных рюкзаков на 10-12 литров до 120-литровых рюкзаков под длительные туристические автономные походы. Для однодневных походов вполне подходит 12-15-литровый рюкзак легкоходный. Тоже все есть в магазинах Альпиндустрии. Можно подойти к консультанту. Последнее время вот обращает на себя бренд Кайлас. Очень приличные рюкзаки. Пробовал ходить с Кайласом несколько сезонов. Все достаточно хорошо. Перчатки на программах должны быть, они должны быть, они должны быть обязательно запасные. Их должно быть несколько. Они должны подходить по размеру. Они не должны быть маленькими, они не должны быть слишком большими. И в зависимости от температурных режимов, конечно же, они должны соответствовать тем температурным режимам, в которых вы собираетесь, так сказать, быть на программе. Все теплые вещи мы берем с запасом. Нужно учитывать на своих программах. Я всегда учитываю, что у меня на программах есть как мальчики, так и девочки. Девочки обладают чуть худшей терморегуляцией. Они всегда больше мерзнут. Поэтому, если у вас в компании есть девочка, рассчитывайте на то, что ей придется дополнительную теплую, какую-то теплую вещь с собой брать. Если у меня, например, на Эльбрусе на восхождении есть девушка в команде, то у меня всегда есть еще один толстый теплый пуховик, который я ей выдам по мере необходимости. После спасработ, которые были на Мамая 9 часов, мы человека со сломанной ногой тащили в минус 30. Я теперь ношу еще с собой в спаскомплекте толстые пуховые штаны запасные и надувной короткий коврик, чтобы можно было на него человека посадить, чтобы человек не отморозил пятую точку. Немножко хочу поговорить про питание. Последнее время, последние пять лет прям взрывной, взрывная эволюция питания. Я вспоминаю свое туристическое детство, когда мы ходили с банками тушенки в рюкзаках с надувными матрасами и все это весило невероятное, невероятное количество килограммов и мы там в 14-13 лет 30 килограммовые рюкзаки с собой таскали на банальный там 2-3 дневный выход туристический. Сейчас это не так, раскладка с появлением сублиматов и с появлением очень компактных мощных горелок стало ненужным все вот это вот объемная очень тяжелая история с консервами и всем остальным. Горелки тоже великое множество. Я пользуюсь MSR pocket rocket, она весит 120 грамм. Недостаток у нее, что у нее достаточно большой расход, она очень быстро греет. Я перестал носить с собой какие-то групповые котелки и так далее, так далее. То есть с собой кружка 04, в которой ты греешь воду, с собой сублиматы, которые ты просто заливаешь кипятком, который ты себе скипятил и термокружка, в которой ты все дело разводишь. Раскладка на день получается порядка, ну в зависимости от аппетитов, автономная раскладка зимняя у меня получается порядка от 200 до 400 грамм на день. То есть выход на 3-4 дня это полтора килограмма еды с собой, соответственно, чтобы колораж подогнать, потому что все-таки это высокогорье и зима и холодно, берешь с собой сгущенку и берешь с собой сало. Даже с учетом этих нелегких продуктов питания, получается на трехдневный выход, еда весит полтора килограмма. Так, немножко поговорим еще об очень интересной истории. Я заметил ее не в нашем аутдоре, впервые я столкнулся со снаряжением с подогревом у охотников, скажем так, которые стреляют на большие дистанции. Я обратил внимание, что люди в 30-ти градусный мороз, в абсолютно статичном состоянии, сидят в легких курточках. Когда я задал вопрос, а что вообще тут происходит, мне был ответ, что это просто вся одежда с подогревом. Слава Богу, появились достаточно большое количество по приемлемым ценам перчаток, носок, стелек с подогревом. Приветствую очень сильно их использование. Мы проводили учебный модуль половинки в Норильске. В конце апреля было минус 36, и арктический ветер 15 метров в секунду ощущалось как минус 50. В общем, на улице больше чем 15 минут было невозможно находиться. И когда мы стали активно использовать перчатки и носки с подогревом, все стало немножко веселее, потому что у нас в первую очередь мерзнут конечности, а потом все остальное. Если конечности и голова в тепле, то в принципе можно работоспособность свою продлить достаточно долгое время. Все. Аккумулятор как заряжать? Как заряжать аккумулятор? Аккумулятор, ну вот я пользуюсь, я пользуюсь вот конкретно вот этими перчатками, у меня есть вот такие перчатки. Они во-первых работают по блютузу, тут три режима. В минус 35 я с утра сел на снегоход, мы ехали полтора часа на снегоходе. Я включил на самый большой режим, потому что как бы, потому что ну холодно реально на снегоходе ехать уж, ехали быстро. Мы приехали, у нас была разгрузка снаряжения, обустройство бивака и потом мы сразу же пошли скитурить. И все это время, ну естественно когда мы приехали, перчатки переключил на минимум, на самый минимум энергии. Но они декларируют, что порядка восьми часов их хватает. Вот до вечера, до вечера у меня перчатки, перчатки продержались. Это не самая дорогая, не самая дорогая история, которая есть. Но вот и вот конкретно вот этим я пользовался, я очень доволен. Они достаточно, несмотря на то, что они объемные и достаточно большие, очень удобно и в принципе и на лыжах и даже ходить на скитурии и кататься на лыжах совершенно, совершенно удобно. Аккумулятор расположен так, что он не мешает совершенно как бы это. Потому что есть, например, снегоходные перчатки и там мотоциклетные перчатки с подогревом, но там совершенно невозможно в них что-то делать, потому что ну аккумулятор расположен так, что он мешает. Здесь аккумулятор хорошо расположен, можно переключать режимы кнопкой, достаточно удобно. Можно переключать режимы на блютузе, потому что есть, скачиваешь приложуху, переключаешь на телефоне, как удобно. Аккумулятор заряжается, соответственно, к нему идет станция зарядная, заряжается от сети, к сожалению. Есть SEDAS, делает очень-очень важная история. Это сухие ноги в длительных автономных переходах. Мы, конечно же, берем с собой несколько пар носок. Все эти туристические истории, что надо в спальник положить все, и оно все с утра будет сухое, это все, к сожалению, не так. Я бы выразился более как бы категорично, но выражусь, что это просто не так. Единственное место, которое нашел я для того, чтобы носки были хотя бы сухие, это когда ты их убираешь подмышки и спишь с носками подмышками. Если у тебя правильно подобранный спальник, и тебе в нем не холодно, и он у тебя сухой, тогда более или менее залог один иметь с собой несколько пар носок, и тогда все будет хорошо. Лайфхак, который я сам придумал, я не знаю, может кто-то пользуется. Ты приходишь, ну, например, неважно, в пещеру, в зимуху, у тебя влажные носки, тебе надо сушиться. Химические грелки, китайские, которые продаются на каждом шагу. Ты снимаешь мокрые носки, одеваешь на ногу сухой, одеваешь сверху мокрый, и между ними грелку химическую на ступню. Она работает при нажатии, соответственно, через пару-тройку часов. Оба носка сухие. Седас продает портативные сушилки. Я активно ими пользуюсь в последние несколько лет. Она достаточно маленькая, она работает от пауэрбэнка. Двадцати тысячного пауэрбэнка хватает на три дня. Я вот трое суток ходил автономно, я сушил этими сушилками скитурный ботинок. Ботинок через три часа сухой. Это такая вот эта. Не надо, упаси бог, сушить на горелках, на лампах. Вы за скотиньете и снаряжение, и носки, и обувь, и ничего не высушите. Ну, не это невозможно сделать. А вот носки только специализированы. Никакие шестеные, язвенные, тепленькие. Они, ну как, давайте по полочкам разложим параметры. Что мы хотим от носка на активности? Первое. Самое главное, чтобы он у нас не сваливался и не слезал. Потому что если у нас носок сваливается, у нас что сразу же происходит? Мы сразу же натираем ногу в этом месте. Обычные гражданские носки для этого не приспособлены. Теплообмен в шерстяных носках тепленьких, он прекрасен, когда мы в них сидим перед телевизором и смотрим бабушкин фильм. Как только мы начинаем в нем активничать, у нас начинается сразу же, мы начинаем потеть. Не предназначена вся эта история для этого. То есть два параметра, оба в минус. То есть он сваливается тут же и тут же он начинает потеть. Носки, опять же, мой любимый лорпен. Они многие сделаны как компрессионные, они очень хорошо сидят. Вот у меня вот эта пара носок, вот прям вот такие носки у меня есть. На Мамае в минус 35, мы 9 часов тащили человека вообще ни в одном глазу. Ботинок скитурный. Скитурный ботинок, к сожалению, не такой теплый, как фрирайдовый ботинок, но я был конкретно вот в этих носках и все, все было прекрасно. Когда обувь выбираешь, лучше мерить сразу с теми носками, с которыми ты не пойдешь, чтобы понимать про себя. Да, безусловно. А вот обувь трекинговая, она должна быть по размеру или чуть больше? Обувь трекинговая должна быть на пол размера, на размер больше. У всех очень индивидуальная история по ногам. Тут сложно какую-то дать прям универсальный совет. Как правило, трекинговую обувь мы покупаем на размер больше. Но опять же, надо смотреть разные колодки, у всех разные ноги. Кому-то подходит узкая колодка, кому-то подходит широкая колодка, кому-то подходит размер в размер. То есть у меня есть, я очень люблю для спортивы, и у меня для спортивы три разных этих. Мне все подходит. У меня кроссовки для спортивы, для горного бега, у меня Непал, это однослойный двухронтовый альпинистский ботинок. У меня спантик, это двухслойный двухронтовый теплый ботинок до 7000. И мне идеально подходит колодка, но кроссовки и Непал у меня куплен размер в размер, и они мне идеально сидят, я в них ходил и никогда ничего не стирал. А спантик куплен на два размера больше. И тоже все прекрасно. Поэтому тут очень, ну, почему я все время говорю о том, что надо покупать все это в профильных магазинах и пользоваться услугами квалифицированного продавца-консультанта, потому что он прогонит вас через систему тестов, через стенды для выбора обуви горной, которая позволит и вам почувствовать, как вам, ну, как нога себя чувствует в ботинке, и которая позволит ему подобрать вам что-то подходящее. Есть так называемые лайнеры-носки, имеют ли актуальность их использовать? А лайнеры что такое? Ну, тонкие, как базовый слой, грубо говоря. Как термобелье в какой-то системе. Вот такие теплые носки, например, тоненькие, чтобы дополнительно отводить. А зачем? Ну, не знаю. Я никогда не пользовался. Я не знаю. Просто вот я, может, не бегал какие-то длинные трейлы, но я никогда не пользовался. Мне всегда хватало одного носка, потому что, ну, одно на одно, опять же, надо еще их подобрать так, чтобы они эти носки еще между собой дружили. Потому что один может оказаться чуть более скользкий. У тебя носок, который компрессионный на тебе нормально сидит на голой ноге, он по этому лайнеру может начать туда-сюда скользить. Но это индивидуальная история чисто методом научного тыка. Тут нельзя сказать, что как бы... Да, вот еще есть такая история, что некоторые марки носков, но дружат с некоторой маркой обуви. Ну, вот в трейлах есть такое, что ты набиваешь из-за того, что вот, типа, фирмы не дружат, там, допустим, Соломон, а не дружат, там, не помню, от носков. И ты выбиваешь себе, вот, ты вроде нигде не ударялся, нигде не спотыкался, а приходишь без ногтей. И вот кто-то вот сказал, нет, что именно... А, кроссовки не баланс, не дружат с носками Соломон. И я реально один раз так убежала, и я пришла без ногтей. Хотя нигде не было... Ну, то есть не давила ничего. Да. Вот есть ли вот здесь такая же история? Ну, я не сталкивался. Я не сталкивался. Я, в принципе, у меня практически на круглогодичную активность. Но у меня круглогодичная активность, она так или иначе связана со снегом. То есть летом я все равно работаю на Эльбрусе, летом я работаю на каких-то программах в Бизингах. Это все равно предполагает, что мы будем часть маршрута ходить по снегу и по льду. Поэтому все равно Лорпен... И, ну, не знаю... Одно могу сказать точно, что Лорпен дружит с Ля Спортивой в любом ее проявлении. Лорпен точно дружит с... С моими горнолыжными ботинками всеми. Кто у меня там забыл. Ну, с тем же Соломоном. С тем же Соломоном он дружит достаточно прекрасно. Да, да. И с Хокой. С Хокой дружит тоже. А вот по верхней одежде, ну, по молодослойке, термуха, флиска, мембрана... Нет, в зависимости от того, какой все-таки температурный режим. Термуха, флис, если холодно, еще пух, потом мембрана. Мембрану, если прям у нас альпинизм высотный, да, когда у нас нету высокой активности. Ну, потому что высотный альпинизм это очень медленная история. Мы ходим на три вдоха, шаг на три вдоха. Там можно, в принципе... Ну, просто под мембрану ты Гималай-парку не засунешь. Ну, это, ну, нереально просто. Это у тебя мембрана должна быть там каких-то размеров невероятных. Там допускается, что Гималай прям высотный пуховик, ты можешь одевать сверху на мембрану. То есть обычно мы одеваем под мембрану. Ну, я, к счастью, к своему прям в экстремальные температуры не попадал на Эльбрусе, но было минус 30. Минус 30, в принципе, если ты правильно выбрал темп восхождения, если группа у тебя идет, не нарушен тайминг восхождения, то, в принципе, то, что ты одеваешь под мембрану средних размеров, средней теплоты пуховик, его, как правило, его, как правило, достаточно вполне. То есть, ну, с собой, конечно, ты там какую-то Гималай-парку всегда носишь. Есть совмещенные истории, там, когда, ну, например, у тебя на пуховике, на достаточно теплом, у тебя есть мембрана. У меня есть часть такого снаряжения, у меня есть спальник очень теплый, минус 25 комфорт, минус 40 экстрим. Ну, никак не могу прокомментировать. Я в таких, я его использовал, но ни разу не использовал. Ну, то есть, минус 25 комфорт, это, я не знаю, это надо на улице спать. То есть, если зимой никто не ходит с палатками, то есть, вся зимняя высота и вообще вся высота – это пещеры. То есть, никто, никто не ходит на высоту там с палатками. Ну, это бред, потому что, как бы, летняя, ну, там, летняя история еще как-то, зимняя история – это только пещеры. В пещеры всегда, ну, как бы, либо легкий минус, либо ноль. Поэтому там, в принципе, особо толстый спальник не нужен тебе. Нужен толстый коврик зимний для того, чтобы ты все равно спишь на снегу, и ты все равно холодно, да. То есть, опять же, широчайший ассортимент надувных ковриков. И наши уже стали делать вполне приличные коврики. Понятно, что терморест, он прекрасен, но просто терморест-то сейчас стоит столько денег, что, как бы, проще застрелиться, чем купить. У меня лопнул терморест, ну, ему просто уже лет много. Я не могу себя заставить купить. Я купил у российского производителя. Он тяжелее в два раза, ну, вполне себе. Он больше похож на резиновый надувный матрас из детства, блядь, туристического. Но вот он не смог я себя заставить купить. Если вам это лучше брать второй комплект терморест или брать? Я, ну, слушай, опять же, все зависит от погоды. Я, как правило, ну, опять же, что мы делаем? Если это, например, весенний скитур, где ты будешь 80% времени проводить в термухе, безусловно, да, тонкая термуха. Если это, там, восхождение на Эльбрус, где ты тоже будешь ходить на акклиматизации только в термухе, безусловно, да. Она много места не занимает, весит она немного, тем более Эльбрус с юга, это всегда такая история с большим количеством механайзов. То есть задача на горе всегда оптимально акклиматизировать людей, максимально акклиматизировать, при этом их не ушатав физически, потому что, ну, понятно, что народ не отдыхает. И, то есть, взять с собой термуху, безусловно, да. Если это, например, мамай, ну, он тоже бывает разный, но на мамай я всем рекомендую брать две пары термухи, но одну толстую, одну тонкую, потому что, в зависимости от того, что будет на мамай, мне очень нравится, в последнее время куча народу делает флисовые комбезы. Есть нюансы, затрудненная, так сказать, история, да, надо полностью снимать, это предполагает все-таки какой-то комфорт более-менее в тепле, но катание там, например, в Шерегеше, катание на том же мамай, при условии, что будет достаточно холодно вполне. Я сам, на самом деле, уже перестал их использовать, хотя какое-то время использовал. Сейчас я хожу в трех четвертях синтетики, такая комбинированная синтетика, Polartex и синтетика. Очень нравится. Они, даже если они вспотели, они достаточно быстро высыхают, они не пахнут, и, в принципе, достаточно теплые. Но, опять же, это скитур, да, то есть достаточно интенсивная активность. Всегда с собой пуховые штаны, потому что, как только у человека какая-то травма, ну, во-первых, меня нарушает терморегуляция, в принципе, из-за любой травмы, во-вторых, он человек неподвижен, вплоть до того, что даже спальник на... Ну, во-первых, любое планирование выхода, любое планирование программы, оно не предполагает, что ты с гостями там попрешься в какие-то экстремальные температуры. То есть я для себя после вот той операции нашей спасательной, я для себя решил, что я на Мамае, если ниже 20, я ходить вообще не буду. Мы лучше будем сидеть в домике, и у меня гости будет задорно выпивать и расслабляться в этот день, чем они там... Мы... Причем в тот день, но всегда любая... Любые спас работы, любой какой-то такой ЧП, это всегда некая совокупность факторов. У меня одно на другое наложилось. Часть группы приехала позже. Они приехали в предыдущий день, они еще не ходили никуда, а та группа, которая уже была до этого, они в предыдущий день сидели, потому что было очень холодно. Была тридцатка. На следующий день я встал, посмотрел на термометр, в 7 утра было 24. Я такой, мы не идем никуда. За час температура поднялась на 6 градусов и стала минус 18. Я думаю, ну ладно, давайте-ка мы все-таки пойдем. И мы вышли в 9 утра, пошли, слава богу, на домашний спот, который был прям совсем рядом, иначе бы мы там, не знаю, до сих пор, наверное, бы там жили. Вот. И температура, пока мы шли, шли долго, потому что люди, мягко говоря, не очень физически подготовлены были. За 4 часа температура упала до минус 30. Вот как прогноз говорил, естественно, был мониторинг погоды, прогноз об этом не говорил. То есть температура должна была опускаться, но опускаться до 20 градусов. Метель не предполагалась по прогнозу вообще. То есть давление, тренд давления поднимался. В конечном итоге мы получили минус 32 и метель. Ну и как бы, поэтому мы всегда экипируемся с запасом. Снаряжение должно быть дорогое, качественное, сертифицированное для того вида активности, которым мы занимаемся. Это, собственно, залог успеха. Вопросы? Я радусь. Пожелания, оскорбления? Нет, спасибо большое. Ура! Субтитры сделал DimaTorzok